Вопрос. Какие ошибки делают люди, когда сбривают волосы или укорачивают их? Ответ. Хвала Аллаху. Среди ошибок, которые совершаются во время бритья или укорачивания, следующие. Первое. Некоторые люди сбривают волосы полностью при помощи бритвы, только часть волос на голове, остальное оставляют. Я видел подобное своими глазами. Я видел, как один мужчина совершил ритуальный бег между холмами Сафа и Марва, и половина его головы была полностью побрита. А на другой половине были волосы. Я остановил его и спросил, почему ты поступил подобным образом? И он ответил мне, я сделал так, потому что хочу совершить малое паломничество дважды. Я сбрил одну половину волос для одного малого паломничества, а вторую оставил для второго. Это невежество и заблуждение. Никто из ученых не говорил о том, что следует поступать подобным образом. Второе. Некоторые категории, желая выйти из их рама малого паломничества, состригают некоторое количество волос и только с одной стороны головы. Эти действия противоречат словам Аллаха Субханаху и Тааля. Вы побреете головы и подстрижетесь. Укорачивание волос должно быть заметным на голове. Известно, что укорачивание одного, двух или трех волос ничего не меняет. И не делает заметным состригание волос на голове у паломника. И таким образом это противоречит благородному аяту. Исправление этих ошибок в том, что паломник сбривает все волосы на голове или состригает их полностью, если пожелает только укоротить их, но не подстригает только один или два волоска на голове. Третье. Некоторые люди, закончив ритуальный бег и не найдя того, кто мог бы состричь им волосы или сбрить их, возвращаются домой, снимают ихрам и надевают обычную одежду, а после сбривают или укорачивают волосы. Это большая ошибка, так как человек выходит из состояния ихрама, только укоротив или сбрив волосы. Ведь пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал во время прощального паломничества о тех сподвижниках, которые не привели жертвенное животное, чтобы совершить малое паломничество, и пусть он укоротит волосы, а после выйдет из ихрама. Эти слова указывают на то, что выход из ихрама возможен только после укорачивания волос. Поэтому человек, который закончил ритуальный бег, но не нашел парикмахера или кого-нибудь, кто смог бы укоротить ему волосы, должен оставаться в ихраме, пока не укоротит или не сбреет волосы. До этого выходить из состояния ихрама ему нельзя. Если так получилось, что человек по незнанию сделал подобное, то есть вышел из ихрама до того, как состриг или сбрил волосы, думая, что это разрешено, то на нем нет греха, ведь он не знал. Однако он обязан, как только узнает о своей ошибке, снять обычную одежду и надеть одежду ихрама, так как пребывать вне ихрама после того, как человек узнал о том, что он не вышел из него, запрещено. После этого он, сбрив или укоротив волосы, выходит из ихрама. Шейх ибн-Осеймин да помилует его Аллах.